Эпоха электричества словно несёт с собой свободу. И не только от углеводородного топлива и цен на него, но и свободу мысли и творчества. Достаточно взглянуть на новейший Ioniq 6 и его ближайшего родственника с числом 5 в названии. Вместо уныния единого фирменного стиля, делающего модели неотличимыми, оригинальность и индивидуальность. Особенно это относится к шестёрке, которая наверняка будет привлекать внимание на дорогах, ибо совершенно не похожа на остальную продукцию Hyundai. Да, изгиб подоконной линии заставляют вспомнить очертания мерседесовских универсалов Shooting Brake, при взгляде на корму в памяти всплывает слово Porsche, а оформление передка перекликается с обликом Hyundai Coupe. Но это мелочи. В целом машина выглядит эффектно. Стремительный силуэт новинки – не случайность. Коэффициент аэродинамического сопротивления удалось довести до 0,21. Пусть и не абсолютный рекорд, но очень неплохо. В салоне пара 12-дюймовых экранов, 64 цвета амбиентной подсветки и переработанный пластик, как один из материалов отделки. Это уже дань экологической моде. Привод может быть задним или полным. В последнем случае машину будет приводить в движение пара электромоторов общей мощностью 325 лошадок. Запаса энергии будет хватать на 610 км, а разгон до 100 км в час займёт лишь немногим более 5 секунд. Другая модель корейского концерна – Kia Seltos. Знакома нам лучше, но теперь оглядываться будут и на него. Ведь спустя три года после премьеры компактный кроссовер перенёс свой первый рестайлинг. Сохранив общие очертания, светотехника сменила внутреннюю архитектуру. Перерисована радиаторная решётка, теперь оборудованная светящимися элементами. Задние фонари соединены функциональной перемычкой. Внутри вытянулись в ломаную линию два экрана диагональю 10 с четвертью дюйма каждый. Один из них служит приборной панелью, второй – дисплеем мультимедиа. Кроме того, появился новый блок управления климатической установкой. На месте рычага управления коробкой – шайба. В родной Корее раньше предлагали только турбомотор 1.6 с 7-ступенчатым роботом. Но теперь ему добавили 20 сил, почти до 200, и заменили преселектив на классический 8-ступенчатый автомат. А в роли базовой версии выступит знакомый и нам двухлитровый атмосферник. Продажи в Корее открываются прямо сейчас. И с нашей стороны цены смотрятся привлекательно. От 21 миллиона корейских вон. То есть меньше миллиона российских рублей по актуальному курсу. Продолжение следует...